Всем привет, с вами Прио. Как мы прекрасно знаем, Альфа успешно стартанула и имеет уже некий в себе интересный контент. Но стоит помнить о том, что он ограничен по своим масштабам. То есть в текущий момент доступна просто прокачка до 53 левела, первая локация и одно подземелье. На самом деле два. Одно нам открыто для персонажей высокого уровня, а второе имеется в конкретно стартовой локации под названием Остров Изгнанников. Но не об этом речь. Речь все-таки о подземелье на высокие лвла, а именно о Смертельной Тризне. Это подземелье с четырьмя боссами, довольно-таки интересное. Некротического плана, некротических таких интересных видов много имеет это подземелье. Вот, например, вдали можете увидеть текстурки этого подземелья. То есть это довольно-таки интересно, когда текстуры подземелья видно даже в самой обычной локации, где ты квестишься. Это уже навеивает такой ужас немножко и заставляет задуматься о том, насколько будет интересное подземелье. Если рассмотреть их вообще все, то... Их восемь. Кровавые катакомбы, Смертельная Тризна, Та сторона, Театр Боли, Туманы. Скита, Чертоги Покаяния, Чумные Каскады и Шпили Перерождения. Само собой, как только откроются остальные, я пройду их на стриме и далее перезалью на ютубчик, так же, как и с этим подземельем. Все сделано, как говорится, проведена с ним максимальная работа с этим подземельем, чтобы вы насладились самым лучшим убийством боссов. Первый босс не особо тяжелый. В процессе убийства там абсолютно вся тактика была обговорена. Второй босс тоже в целом не особо тяжелый. Вот трэш перед вторым боссом, он немножко забагался, это было весело. На третьем боссе, да, вы увидите там немножко измененный таймер под вебкой. Все потому, что мы вайпнулись на этом боссе, была немножко непонятная механика насчет крюка. Но потом все абсолютно было объяснено в чатике экспертами и босс был убит. Ну а ластовый босс, он имеет механику изгнания. Увы, я ее не смог потестить. Это все-таки дамагеров сначала закидывает в изгнание, в другой какой-то мир, в другую платформу танка закидывает ластовым слотом. Но вполне интересные боссы, уникальные по своей механике. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да, чуть-чуть нет. В общем, наслаждайтесь. Подземелье не особо такое долгое. Я и так уж постарался все абсолютно сократить, что-то ускорить. Что-то где-то лишнее убрать. Да, кто-то все-таки сперкнулся на хила. Это паладин. Если что. Так. Ну, это у нас все персонажи шаблонные, да? Ну, хорошо. Че? Сейчас по чуть-чуть поедем. По чуть-чуть будем пулить. Ну, как по чуть-чуть? Ну, два пака. Я не думаю, что как-то плохо с этого произойдет. А, у меня бинда тут нет на стяжку. Ну, и ладно. Это не проблема. В целом, для меня это не составит проблем. Нажать одну кнопку раз в две минуты мышкой. Так, что нам нужно? Победить Чума Коста. Ну, победим Чума Коста. Окей. Сейчас всех победим. Это патруль, да? Че, надо ли пулить патруль? Ну, я думаю, да. Что-то происходит не то немножко. Тренант можно юзнуть. Все зависло. Замечательно. Не, наверное, всякий случай эссенцию прожму. Можно еще и купол поставить для полной сохранности. Еще и свой щиток сверху вжать. Не, с фпсом нормально все. Просто лаги сервера. А че, куда идти-то нужно? Весь трэш вычистить, что ли? Или нужно порталы закрыть просто тут? Не понимаю. Цель, цель какая у вызова первого босса? Не понимаю пока что. Здорово. У нас хилл умер. Ну, да, ограничение в 5 таргетов. И что? Мне оно по барабану абсолютно. Ограничение в 5 таргетов уже давно имеется на буре костей. Если что, это вообще не новинка для меня. Ну, как для Блада. Тебе по барабану АДД нет. Да че эти дамагеры? Думаешь, они дамагают, что ли? Карабтов нет. Итем левел 75, который сравним с мифик бздой. Вот. Это опять у меня мания величия начинается. Короче, нормальные дамагеры у меня. Самые лучшие солнышки. Люблю их, обожаю. Вот. Моб какой-то бешеный этот хранитель врат. Его вот эти обстрелы, они немножко непонятны пока что. Так, и что? О, вот, ну, чума кост вылез. 161 кхп. Ну, поехали. Трэш не запулится, да? Ну, то есть нормально все. Хрусть. И че хрусть? Ну-ка, станул он хрусть, и что? Никого дебафа я на себе не увидел. Работа, которая фиксается на человека. Человеку нужно развернуться куда-нибудь там. Там, где людей нет. А че маленькие мопцы делают? На Сиба и физдэмэдж увеличен. А, то есть чем дольше они живут, тем больше они дамагают. Понимаю. Хиллаба надо бэрнуть, да? Бэрнем, не проблема. Угу, вот они две личинки. Их, как вариант, застанет можно, и они не будут дэмэдж свой увеличивать. Там кому-то колечко даже упало. 110-ый ритм-левел у колечка. Это с ласта неолоты в нормале. Если что, такой ритм-левел падает. Ну, то есть соты это обычный нормал неолоты. 110-е это ласты. 115-е это хм, 125-е это хм-ласты. 130-е это мифиг неолоты. 140-е это ласты. Ну, то есть пост-плющивание. После этого босса вроде самая сложная часть. Окей. Ну-ну. Не, ну, для шаблонных персонажей может быть сложно. Я не буду этого отрицать. Что за аурова моба? Управление находящимися рядом скелетами. Скелеты восстанавливают 4% здоровья раз в секунду. Ну, то есть скелетов бить вообще бессмысленно особо. Этот трэш можно скипнуть, наверное. Мне так кажется. Вар говорит нет. Ну, если вар говорит нет, то надо бить трэш. И этот трэш можно скипнуть. Ну, по-хорошему. Клодец смы какой-то. А, нужно выйти из него. Не знаю, что сложного. Скелет рыцарь. Надо поднять бы их, наверное. Какую-нибудь середину моста отвести. Нравится ли сплющивание? Ну, это прикольно. Новые цифры. Но, опять же, привыкать к ним такое себе фиры. Ну, фиры сбить можно. Ничего проблемного. Здорово. А, да. Скелетов-то бить бессмысленно. Но от одного сумеречного разрушения скелет уже почти умер. А он умрёт? Нет, он не умирает. То есть, у него одно хп остаётся и всё на этом. А куда дальше идти? Наверх, наверное. Тут можно, интересно, подняться, нет? По этим разрушенным ступенькам. О, стеночки тут как-то. Опять, невидимая стена, да? Или мне кажется. Ну да, вроде невидимая стена тут. Не пройдёшь. О, да откуда мы бы патрульные, что ли? Да нет, тут мне тяжело качаться. Но, не знаю, я быстро апнул. Три левела. Тут же максимальная прокачка пока что до 53-го. Я не особо много времени на это потратил. Но как-то делал, делал квестики, да и всё. Квести легко делаются на конкретно том этом левеле, который у твоего персонажа имеется. Если ты там одет с неволоты. Если карабты имеются и всё такое. Ух ты, два скелета рыцаря. Этот пак будет жёсткий. Это уж точно. Можно купол поставить. Или группу задефать. Второй фир не сбили. Окей. Нет, да не с 1-го по 50-й, с 10-го по 50-й. Да и к тому же, что такое прокачка с 10-го по 50-й? Это разве уникальный контент? Такое. Такое. Там статейка об этом уже на всех сайтах имеется. Касательно. А почему они не умирают? Мы же убили скелета. Почему они хп свою регенят? Кто им разрешал? Ну, залпы ледяных стрел уже начинают бить-то много. А почему они не умирают? В чём проблема? Ну... Это вайп и это баг-репорт, если что. Скелетонс don't die when we kill некромант. Или как написать? Ну, типа, скелеты не умирают при смерти некроманта. От некроманта идёт ауру, которая даёт им реген 4% в секунду. И даёт им это ещё и бессмертие. Вот. То есть мы убили некроманта, и мобы не хотят умирать. Сейчас я в группу напишу, что это вайп. Нужно вайпнуться тут точно. Так, скелетонс don't die. Ну, я и так отвёл их уже. Давай ещё отведу маленько. Сейчас нажму зелёнку, чтобы они мне не шотнули. Ну вот, я отвожу, отвожу, отвожу. Ну, чекай. Ну, сколько можно их отводить? Сколько их можно отводить, скажи мне? Тут метров уже 100, наверное. Такое себе. Скелетонс don't die when. Не, зачем when? Скелетонс don't die after... Короче, айк, я твоё сообщение просто скопирую и всё. Икра аура on скелетонс don't disappears after his death. Ну да, в целом. В целом пойдёт. И чё, эта аура висит, не висит на них? Висит? Чё делать? Ну да уж. Смотришь, что? Мне показалось, или он умер? Это баги. Они регенят себе хпшечку, но в итоге они умирают. Это забавно. Ну и чё мне делать? Ну я их разложу, наверное, соло, не знаю. Дэмэджа должно хватить. Под такими проками тем более. Бред, конечно. Нет, ну описание обилок мобов никогда не было в журнале. Такого не было никогда. Есть только описание обилок боссов, и то, наверное, пока что оно не имеется. Сейчас глянем. Как этот данж называется? Смертельная трезна? Нет, тут нет ничего абсолютно. Лут прописан, боссы прописаны и всё на этом. А, ну вот способности боссов имеются. Но способности треша нет, они никогда не были написаны. Увы. Если чё, музыки в данже нет. Ну, и ладно. Как бы нету и нету, чё бубнить-то. Угу, некротический заряд. Ну, это обычные какие-то болты он кидает, да? Шипы, как на ребраде, в которые попадать не надо, да? А, или ребрад сам навешивал шипы. Не помню уж, короче, ладно. Царство мёртвых, мобы, обычные самые. Кастеры есть? Есть кастеры. Ну, масс грипп, да и всё. То есть, такие же скелеты, как и в трэше, но без регена хп. Бешенство. Бешенство можно, кстати, снять. Какому-нибудь ханту, друиду. Потому что скорость атаки на 75% повышена. Это очень сильно. Это очень много. То есть, какой-то друид ханту будет реально необходим. В этом данже. Ну, тут нет никакого бага, всё нормально, всё хорошо. Так, что дальше? Дальше нас куда-то, наверное, портнуть должны. Не знаю, мы куда-то полететь. Должны. О, валькира. Типа, каждая валькира к каждому человеку, который нас унесёт. Да. Да-да-да, это читаемо в целом. Здесь 5 валькирий. 5 игроков в данже. Всё правильно. Ох ты. Красота. Так, тут что? Сколько тут пулить? Я думаю, всё не всё пулить. Наверное, левый пак пульну. Ну, ну и правый. Чё мелочиться. Сейвы нажму. Мастгрипа нет пока что, но и ладно. Зелёночку нажму. Купол поставлю ребятам. Пусть тусят в нём. Интересно, могу ли я вообще в целом соло этот данж пройти в нормуле при своём этом левеле? Ну, наверное, да. Мне так кажется. То есть, каких-то тут станов, каких-то контролей не имеется. Кроме фера на защитниках там, на мосту, когда я их пулил. Но эта зелёнка просто-напросто обузится. Короче, интересно. Да, но если скелеты не будут баговать. Ты видел, что я со скелетами сделал в тот момент, когда все участники группы легли? Они просто от сумеречного разрушения начали умирать. Разрушение прокает, моб умирает. Ну, потому что, смотри, сумеречное разрушение, это 18% от моего хп. Это почти 20%. Это почти 9000. У мобов, ну там, 90-30 к хп. С мобами не особо-то такие. Большие по хп своему. На боссах, да, например, долго будет всё. Ну, а что поделать? Ну, боссы. Ну, то они и боссы. Здорово, чемп. И как бы эти 4% регенов у скелетов, ну... Они спокойно умерли. Под прокс умеречного разрушения. Так, вот он, босс, да? Он прыгнет к нам. Он сначала трэш вызывает волнами. Потом только он сам выйдет к нам. Ну, хорошо. Плевки в мили-зону под игрока. Прикольно. Ничего неизвестно про шмотки аддона. Типа в легионе оружия, бфа, шея. Тут что? Тут легендарки, которые будут крафтиться в профах. И мы будем лапать эти легендарочки. В башне проклятых Таргасте. Как там эта башня правильно называется? Ну, и как-то засирать платформу нужно правильно. Вот что я могу сказать. Ну, расправа это мили-касс. То есть, ничего опасного в нем нет. Первая войда. Вот стрелка появилась. Ну-ка. Вот он, круг. А-а-а. А почему гриппа не было? Этот крюк, он еще короткий какой-то. Максимально неприятная механика. Урстануть его, что ли? Нет, на танков он действует. В танков он просто меньше кидается. И кидается только тогда, когда все мертвы. То есть, была ситуация, когда получается... Хил умер, дамагеры умерли. И вот только тогда он начал в меня кидать. Типа танк это самая последняя цель для каких-либо РДД механик. Ну, вообще, да, нужно поближе этого моба подводить. Все верно. То есть, вот он кинул вар, вар должен подходить. Проблема в чем? Ну, а потом, когда подходишь близко сюда, то там демок. Этот демок, он тебя дамагает очень сильно. Ну, так как хил у нас труп, то что поделать. Ну, ничего не сделаешь. Не знаю, может добью, может не добью босса. Смотрим. Мне нужно, чтобы сумеречное разрушение пропнуло. Мне дэмэджа, может, не хватить просто. Побег. Понимаю. Ну, и я засрал уже все абсолютно. О, этот, кстати, крюк большой. Стоит признать. Сейчас потестим. Сейчас я его бить не буду. Крюк сузился. Угу. Угу. Ну, все. Чат, это просто нужно... Это самое. А чего он не притянулся по итогу? Мне его кайлами, что ли, шотать? Нет, ну ты охуевший, конечно, моб. Что с тобой сказать? То есть, он стал доступен к демаджу, но он не притянулся. Ну, наверное, рейнджи его просто должны в этот момент добивать. У нас все мертвые. Короче, я понял, как эта механика действует с притяжкой этой вашей. Самое главное, чтобы танк правильно... Не танк, короче, вайды кидаются в рандомного человека, чтобы, короче, группа позиционировалась... Не вплотную к этой дымке и к хирургу. То есть, получается, нужно где-то по центру, что ли, босса водить. И только в тот момент, когда моб начинает свою раскастовку, а ее нужно знать по таймингам, нужно подвести моба как-то поближе, чтобы его крюк достал до босса. Короче, какое-то извращение просто. Влады хорошие очень в 9.0, но мне нравятся. Так, тут что? Портал на Залрамус. Ну, Залрамус так Залрамус. О! Просто площадка с боссом, 210 к хп. Окей. Если крюк у него большой все-таки, то можно и подальше стоять. Ну да, да, то есть тут смотря от размера крюка, потому что первые крюки, они маленькие, а вот, например, ластовый моб, с которым я остался один на один, там уже грипп был побольше. Что нового? На ютубчике можешь чекнуть, полный разбор имеется там. Считай, только недавно видосик опубликован был пару часов назад. В этом институте плохо то, что он напоминает собор местами. Ну да, такая зеленая тематика донжа, оскорненная. Есть такое, верно. Скорее всего, это для тех, у кого затянулся бой. Может быть. Мне кажется, лучше танчить в центре лужи, просто по краям относить, чтобы в центре был коридор такой. А лужа кидается в то место, где стоит человек. То есть это не какой-то дебаф, который тебе нужно вынести, а это лужа, которая прям кидается в ноги игрока. То есть нужно до вылета этой войд-зоны уже стоять где-то в чистой зоне. Ну, чтобы не засрать, типа. Площадку, да. Да, это как лужа в вольной гауне от этого кидается. Сейчас скажу. От попугая. Все верно. То есть и когда бьешь его, и когда... Идешь до него. Ладно, что. Не знаю, что тут делать. Дам ребятам Геру на 15%. Она, конечно, ну а что поделать? Это хоть что-то. Надеюсь, они рады. О, ледяные путы. Что с ними делать? Ох ты. Чекнул, ага. Ну и гиду пробить нужно просто. Сейчас пробьем. Ага. Фрост воиды падают. Ну. Я блат мне, а что? Я в зеленке стою, мне норм. Темное изгнание. Ага. Кто-то улетел. Надо отойти от этого человека с ледяными путами. Все. Теперь нужно к нему подвести, чтобы он дамагал. Что, воиды, да, падают? Ну, от воид можно отойти. Вообще, можно у одного человека сбежаться и делать ровные шаги всем вместе. Как вариант. Так, ледяные путы. Изгнание. Я тоже хочу, чтобы на меня изгнание повешалось. Почему оно на дамагеров только вешается? Мне тоже хочется. Так, один прилетел, который давно еще отправлялся. Второй там находится в изгнании. Что он там делает? Ну, мне интересно. Я бы хотел почекать. Но, похоже, не чекнул. Грустненько. Ой, а что я ковенант-то не юзу? Там все-таки дэмэдж наносится. Дэмэдж лишний никогда не бывает. Ну, какой-то такой легкий босс в нормале. Так, колечко 110. Нид. Мало ли, может, кому-то нужно это колечко. Я что, я поделюсь. Тут старые модельки вещей. Нечего смотреть абсолютно. Увы. Что, не нужно никому колечко? Да, ну, не поверю. Как и было сказано ранее, подземелье прошлось довольно-таки быстро. Хочу увидеть ваши эмоции насчет этого подземелья. Как оно вам в целом по графической своей стороне понравилось или нет. И по боссам. Понравились боссы или нет. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. Мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.